Происканеру, Александрович, скажи, про вообще реализации, реализации, не знаю, не знаю. Я в Катеринске ничего не знаю. Ладно, я в Катеринске говорю, что планирую вас. Хорошо. Значит, как раз короче план о сегодняшнем разговоре. Сначала я кратко поделюсь по частным ошибкам, которые я в Катеринске вообще не знаю, а потом скажу, когда у вас система оцениваемая, как мы переводили это в баллы. А после этого вы сможете уже пообщаться с проверяющими адресом по вашей работе и у вас есть какие-то вопросы. Начнем с частных ошибок. Во-первых, глобальная проблема. Мы уже не проблема, но мешает понимание, можно сказать, что нередко вы не комментируете свои действия. То есть вы что-то пишете, какие-то вычисления, вам понятно, что вы делаете, а потом, когда человек читает, он писал комментарий, что именно вы сейчас пытаетесь делать, не понимает, чего именно там вы проверки делали условия, которые вы кормили, какие-то спали и так далее. Например, в второй задаче часто уравнения составлялись, ну, там все, и написано уравнение. Здорово, мы это понимаем сейчас как угодное решение, но вообще в общем случае это не совсем обоснование, это не совсем как бы идеальное полное решение. Если вы составили уравнение, то почему бы вы не написали, что вы делаете? Вот это мы обозначили за это, вот это за это, вот такие-то соотношения у нас включаются. В общем, побольше комментируйте, что вы делаете, чтобы человек не задарился, что вы хотели сказать, так, чтобы он точно понимал, что вот, откуда у вас что-то делали. Теперь, по ходу дальше. В первом задаче частые ошибки были связаны с тем, что не сокращать дробь. Не в смысле того, что в ответе получилась сократима дробь, если не сократили вы посчитали ошибку, нет. Но где-то в процессе вычисления у вас случается, что вы можете сократить, вы не сокращаете, а потом из-за этого вычисления сильно усложняются, и, соответственно, вы там что-то передачили. По второму задаче. Мы, опять же, не снимали за это баллы в целом, но была проблема, что вы выбрали эти вот эти параметры, вот это количество человек в бригаде. А потом умножаете, конечно, человек в бригаде на количество дней, условно говоря, и что-то у вас получается. А получается количество заборов, которые покрасили. Ну, очевидно, что что-то здесь произошло не так. То есть вообще в таких задачах, когда у вас есть, условно, есть мастерские объекты, удобно следить за единицами измерения. Ну, то есть вот помните, что в чем у вас вычисляется, проверяйте, что у вас все хорошо сократилось, что у вас получается там слева числа, справа числа, словно говоря. Это, в частности, вам поможет приближать какие-то дополнительные ошибки, представление равных и так далее, потому что, опять же, были ошибки, когда вы там складывали, ну, что-то неизвестно, заборы, свиньи, ну, такого-то вообще. Третья задача. Очень частая и важная ошибка. Значит, мне писали, написали, ОДЗ, ну, то есть ограничения на Х. Или написали, написали много стран. Вот, например, там, значит, у вас какой уравненный? У нас... Вы выражали данные свои экскурсии через данные ЦИЦ, получали какое-то какие-то выражения из них набирателя и говорили, что из них набиратель не набирает. Это все верно. Но остается проблема. Станкинг-цикс нам по себе не так что-то существует. То есть, вообще, по-хорошему, по-хорошему, вам нужно, ну, условно говоря, вот такое, да, задумай, по-хорошему. Вот вместо вот этих двух можно было написать те ограничения, которые вы написали на знаменателе вот здесь и вот здесь. Но вот это ограничение, оно же может... У меня это, кстати, ошибка буквально из-за того, что они не заключили вот эти ограничения. Мы, опять же, в этот раз особо не снижали за то, что вы написали, вы не писали вообще ОДЗ и вы написали не поздно ОДЗ, то есть только вот эти ограничения. Но глобально это может сильно говорить вредное решение. В нашем случае оно не сильно не понятно, на самом деле. Если все хорошо решить, то оно, на самом деле, не может быть. Но очень может быть, что какие-то корни из решения выкинутся через ОДЗ. Поэтому здесь нужно быть максимально обратно на реальную ВВИ. Вот именно здесь, скорее всего, возникнут проблемы, если вы не сделаете оплатный ограничений. Четвертая задача тоже самое ограничение. Не забывайте про них, пишите, помните, где у нас что-то определенное и так далее. А, и еще. Кто-то решал задачу, подставляя в каких-то значениях. И кто-то написал, что приблизительно равно и так далее. В общем случае, хорошо, какие рассуждения, корректы. Но, чтобы их использовать, нам уже доказывали, например, монотонность функции. Монотонность, что она там возрастает, то бывает, что вы пытаетесь использовать. И сделайте это аккуратно. Я не уверена, что вы... То есть, если вы сможете аккуратно получить монотонность, которую вы пытаетесь использовать, пожалуйста. Но когда вы, если вы не показываете или показываете неаккуратно, то это сразу становится своими верными рассуждениями. Поэтому не надо так делать. Лучше. Там задача от вас не будет требоваться в поиске, в распределительном решении. От вас не ожидается, что вы знаете, как такие могут быть действовать. Поэтому все это должно решаться отметками, которые вы знаете. Пятая задача. Там это два геометра. По большей части, какие могли быть там проблемы. По сути, в принципе, там два решения. На поле, наверное, не есть. Во-первых, в студенте, когда люди откудывали просто... Они получали два корня из квадратного равнения, и почему-то не говорили, что они не уникали. Непонятно почему. Даже если улучшилось при этом два корня, по-хорошему, по-хорошему, нужно проверить, что оно будет опустимо. Хотя бы, понимая, что теугольники. Потому что не значит, что даже если улучшить два корня из квадратного значения, вообще-то не теугольники существуют. Опять же, в этот раз мы не снижали за это. Но на реальном ДВИ за это могут снизить процент. Дуно шестого. Ну, там тоже просто аккуратно все делать. Почему-то и комментируйте действия. Потому что сначала, что какие-то ответы выбрасывают, какие-то значения, непонятно почему. Неочевидно следует скоростное действие. И еще иногда забывают выкалывать корни информации. Если улучшившись областью. Просто по области. И в седьмом. Ну, единственная часть, отличающаяся ошибка, это рассуждение, что если у нас есть на сфере, то в основании можно писать от ужаса. Это неверно. То есть в обратную сторону да, в эту сторону нет. Поэтому этим фактом пользоваться было нельзя. Отлично, это все про частые ошибки. Теперь, если только то, какие были критерии. Значит, какие могли быть поставлены оценки на сферочку. Плюс или плюс с точкой. Это одно и то же. А плюс с точкой, когда вы писаете незначительную ошибку, за которую мы сидели. Плюс или плюс. Минус плюс. Ну и минус с точкой. Это тоже самое, что и минус. Это когда у вас есть какие-то рассветения, но это не нашли. За плюс и плюс с точкой ставится 100 баллов. Первично. За плюс и минус, а выясняется, уже сразу есть. За минус плюс один баллов и за минус плюс один баллов. Как видно из этой личной, так сказать, оценки, намного лучше решить несколько задач, малых задач, но точно идеально, с проверкой и так далее, чем решить много задач, но кое-как. Поэтому, вообще, стратегия, которую мы советуем, это, вот если у вас осталось какое-то время, скажем, длится минуты, 20 минут, не решать новую задачу, а сначала очень четко проверить, что то, что вы решили, написано идеально. Что нет вот забытых, где быть корней, что все четко написано, красиво и так далее. Что вы именно все потеряли. Чтобы это видно, что вы почти все правильно решили, а при этом потеряли за 90 баллов. И как вы эти перевозили в коричневую баллов. Соответственно, ну тут большая таблица. Справа, соответственно, пришло в коричневую баллов. Сверху лично. Сверху лично. Сверху лично. Сверху therapeutic. Сверху чисто Pizza. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...